Обработать рану, наложить повязку на голову и бедро пострадавшего, эвакуировать на носилках. На этом этапе важны верная последовательность действий, скорость, ведь на кону может стоять жизнь человека. Навыки оказания медицинской помощи будут полезны не только на огневой, но и в обычной жизни, утверждают члены отряда «Русичи» школы номер 17. Мы тренировались. Если тренироваться, то, конечно, всё очень просто. Но возникали, конечно, трудности, но всё в порядке. Мы прошли этап, с собой довольны. Кто знает, как повернётся жизнь и чем нам это пригодится. Просто интересно узнавать что-то новое, пытаться как-то что-то это применять. Очень интересно, даже если сложно. Муниципальный этап областных соревнований Нижегородской школы безопасности «Зарница-2024» проводится в три дня. Первый день участники демонстрируют свои способности по тактической и боевой подготовке. В этом году состязаются 13 школьных команд. Тактическая игра на местности включает в себя прохождение этапов заражённый участок местности, минное заграждение, короткие перебежки, просто бег и атака переднего края противника. В этом году силовую гимнастику для всех младших команд заменили игрой «Снайпер». 21 марта старшие участники состязаются в подтягивании, отжимании, беге на короткую и длинную дистанции, стрельбе из пневматической винтовки и метании гранаты. Третий день будет проходить в 16-й школе. Команды разделят на два блока – старшие и младшие, где параллельно будет проходить стрелевая подготовка, радиационно-химическая и биологическая защита в виде одевания общевойскового защитного костюма и историческая викторина. Из нововведений этого года то, что в прошлые на дивизионные этапы выезжала команда только старшей группы. В этот раз на области наш город представят также средняя и младшая. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.